На мной темой собрания стал приоритетный национальный проект образования. С момента его реализации в Солнечногории многое в системе обучения изменилось. Общеобразовательные учреждения стали получать солидные суммы из областного бюджета. Только в этом году Московская область выделила Солнечногорскому району 11 миллионов рублей. На 4,5 миллиона рублей мы закупили новые компьютеры. Мы закупили на полмиллиона оргтехники, полмиллиона интерактивные доски, 165 тысяч мультимедийная техника и видеопроекторы, учебно-методическая литература на миллион рублей и школьная мебель на 5 миллионов 33 тысячи рублей. Щедрость государства отразилась и на учителях. Увлечение их зарплаты составило от 30 до 70 процентов. В будущем она поднимется еще на 25. Денежные надбавки связаны с новой системой оплаты труда и уровнем образования преподавателя. Кстати, с этого года руководители образовательных учреждений были обязаны освоить еще и профессию менеджера. Второе высшее образование по специальности руководитель-менеджер получает 15 директоров школ. А в 2008 году такое образование получит 30 руководителей, среди них и заведующие детским садами. В жизни учащихся тоже многое изменилось. С 1 сентября 2007 года в шести образовательных учреждениях введено профильное обучение. Создана кадетская школа. В нашем районе, как на экспериментальной площадке, многие школьники уже пережили ЕГЭ. Выпускники 2008 года будут сдавать уже три обязательных единых госэкзамена. 11-летние образования тоже не за горами. Но до того момента ребята попутно смогут получить еще и сертификат об освоении какой-нибудь профессии. Планов на будущее у Комитета по народному образованию предостаточно. Главное не сбавлять темпов. Следующее общерайонное родительское собрание ожидается в феврале.